Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Рокки, так сказать, на связи. Пока что, мне еще не дали ютуберку, потому что некоторые проблемы с администрацией сервера, но, как говорится, углубляться не будем, сегодня я здесь не за этим. Я бы хотел вам рассказать, как повысить FPS. Почему это видео важно для большинства игроков МКУ, или же просто даже того же Майнкрафта с лаунчером. Потому что, как я уже видел, я смотрел некоторые мувики, у многих FPS не превышает даже 60. А с этим играть, ребята, типа, возможно, возможно, играть, не спорю, но не так приятно. У меня у самого не было компа, я знаю невероятно много разных фичей для повышения FPS, связанных не только с ММ-лаунчером, но и с операционной системой. Начнем. Что первым нам нужно сделать? Берем, заходим, МКУ Settings, здесь ставим оружие старое, потому что 3D, оно будет, ну, то есть новое 3D оружие, оно будет нас более нагружать оперативную память. Так что ставим старое, нажимаем назад, нажимаем настройки, поле зрения здесь, ну, в принципе, не важно, то есть, как вы хотите, так оставьте. Что нас интересует здесь? Нас интересуют настройки графики. Нажимаем. Первое, что мы здесь видим, графика, ставим быстро, у вас будет стоять, вероятно, такая детальная, ставим быстро, мягкое освещение, мы полностью выключаем, то есть у нас будет вот так стоять, мы его вырубаем. Интерфейс авто, яркость не трогаем. Перейдем ко второй страфе. Дальность прорисовки, мы можем поставить там, не знаю, от 32 до 2, но если у вас прям совсем тугой комп, можете поставить там 2. А так, в принципе, для пвп сервера достаточно 8, либо вот 6, как у меня стоит. Наибольшая частота кадров мы ставим примерно фпс 120, 120 нам вполне хватит. В принципе, самое оптимальное, можете просто поставить 120, в принципе, плавно, все классно и все весело. Потому что если мы поставим неограниченно, наша оперативная память будет жраться, но, как говорится, оператива мне хватает, так что я ставлю неограниченно. Дальше fog мы ставим fast, переходим в анимации. Здесь мы нажимаем all off, то есть, допустим, вот у вас будет all on включено, нажимаем all off, то есть все выключить. Дальше переходим в детали, мы представляем вот такие вот настройки, как у меня, то есть у вас будут стоять дефолтные везде, мы ставим fast, fast, где можно, мы можем поставить еще off. Допустим, там небо off мы можем, солнце мы можем и луну off, и вот, собственно, просто, ребят, ставите такое же, что у меня, и все, у вас будет все хорошо. Вот просто вот такие настройки вы под меня делаете, ставите паузу и делаете, мужики. Дальше мы перейдем в quality, вот здесь вот мы ставим такие же, как у меня настройки, уровень mip текстурирования 4, антизотровная фильтрация, мы его выключаем, clear water, чистая вода, мы ее выключаем, better grass выключаем, custom fonts мы оставим также. Swamp colors можно, в принципе, его выключить, но это каждому как бы свое. Здесь мы поставим fast, то есть вот так вот fast ставим, connected textures, custom sky мы можем выключить, но что-то захотелось, ребят, извиняйте. Дальше, nearest, тут мы оставим minimap type nearest, anti-selecting, блять, похуй. Здесь мы просто ставим off, random mobs, не нужно нам ничего делать, better snow off, custom colors on, smooth biomes, это без разницы, текстуры off, dynamic lights off. Дальше мы переходим в такую вкладочку, как performance. Здесь вы вставляете все, как у меня. Дальше переходим в other. Здесь мы вставим тоже все, как у меня. Также вы можете себе изменить разрешение. То есть, допустим, ставите себе разрешение fullscreen mode 1024 на 720, по-моему, или 768. Это 4 на 3 разрешение, вы будете переходить в него, когда ставите F11, то есть желательно еще включить полноэкранный режим, так как наш FPS будет повышаться, потому что остальные программы будут, так сказать, в ООНом режиме, там дискорд и так далее, и будет фокусироваться внимание именно на МКУ. Далее, ребят, мы перейдем с вами на настройки нашего компьютера. Нажимаем этот компьютер, свойства для начала, самым первым. Нажимаем дополнительные параметры системы, нажимаем вкладку быстродействия, нажимаем параметры, и сделаем так, чтобы у нас обеспечивалось наилучшее быстродействие. То есть, особо это вам глаза не будет резать, но, в принципе, это вам даст большой FPS. Ставим так, что галочку обеспечить наилучшее быстродействие, либо мы можем сделать что-то под себя, то есть, там эффекты, возможно, вам какие-то нужны или что-то такое. Это я закрываю. Дальше, что мы делаем? В параметры быстродействия нажимаем дополнительно, изменить. Здесь вы можете поставить файл подкачки. Поставить файл подкачки, если у вас 16 гигабайт оперативы, вы ставите 8. Если же у вас 8 гигабайт оперативы, вы ставите 4, 192. В принципе, из этого можно выйти, это все можно закрыть. Следующий, ребят, наш способ будет связан как раз-таки с играми, то есть, что нам нужно. Мы пишем во вкладке панель управления, включить, то есть, пишем игры. Дальше, что у нас здесь будет вкладка включить режим игры, если вы на Windows 10. И мы включаем режим игры, то есть, когда режим игры включен, система Windows оптимизирует компьютер для игры. Ребята, следующий у нас способ, это мы пишем, мы нажимаем Windows Air клавиши, пишем MS Config, то есть, вот такую вот фразу. Нажимаем ОК. У нас открывается вот такая штука. Мы переходим в загрузки, дополнительные параметры. И здесь мы ставим максимальное число процессоров, в моем случае это 4. В вашем случае может быть там 12, 6, 2, я не знаю, либо 1. Также просто ставим число процессоров, нажимаем ОК, применить ОК. На этом, ребят, все, я вам показал то, что, в принципе, на поверхности, так скажем, лежит, но, но, возможно, это кому-то поможет, если вы хотите, чтобы вышла вторая серия, где я более подробно разберу эту проблему, то, ребят, ставьте лайк, пишите комментарии с четырех слов, вы мне очень поможете. Давайте долбим четыре тысячи миллионов подписчиков. Наверное, на этом все. Надеюсь, я вам помог как-то. Если хотите, еще одну часть повторяюсь. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пишите, что мне можно снять еще. А все, с вами был Рокки, Рокки на районе. Всем, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok